Здравствуйте! В эфире программы День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Стена ледяного плача. Опасные ручьи дома по улице Подгорная. По вашим просьбам, дирекция благоустройства очистила парк имени Гагарина. И духовно, и физически. Кто из студентов проводит Татьянин день с пользой. Ледяные сталактиты – самое опасное производное теплой воды и снегопада. Они угрожающе свисают с крыш и требуют от коммунальщиков особого подхода. А вот жители дома по улице Подгорная как будто и вовсе остались без присмотра. Наружная стена пятиэтажки сегодня напоминает застывший водопад. Герман Гущин все увидел собственными глазами. И вон он, угол наш пошел. Злободневная тема. Все в подъезде. Отсюда вода поступает. И просачивается на дальнейший уровень. Все ниже, ниже, ниже. Настенные ручьи внутри и ледяные реки снаружи. На новогодних праздниках такая картина может и выглядеть антуражно, как ледяное царство. Но сейчас резко контрастирует с понятием благоустроенное жилье. Жители дома номер 4 на улице Подгорная уверяют, что это происходит с ними ежедневно. Вода с крыши топит не только подъезды, но и квартиры. Произошло промерзание стены. В дальнейшем это все начало таять. И все, что тает, идет в подъезды плюс в жилые квартиры. Эта проблема начала назревать примерно три года назад. То есть пока такого глобального не было. Но сейчас это уже на грани аварийной ситуации, я думаю. Потому что промерзание стены довольно глубокое. Стена вся мокрая, кирпич силикатный. Если в ближайшее время будет мороз, а он будет, то, соответственно, этот кирпич может лопнуть. На первый взгляд дом выглядит заброшенным. В подъезде сырость, постоянно отваливающаяся штукатурка. Но здесь действительно живут люди. Местный лайфхак звучит как инструкция к применению. Чтобы добраться до квартиры, нужно иметь хорошую растяжку. Все текло. Я подставляла. Кастрюлька висела на стене. Тут лоточек, там тряпочка. Все в воде. Все и по стене, и, наверное, к соседям, и все дальше. А куда они обращались? Обращались в ЖО наше. Что они говорят? Мне сначала сказали, все текут, у всех дома текут. Ждите. Коллективная жалоба в прокуратуру и жилищную инспекцию уже ушла. Но в управляющей компании ничего экстраординарного. В ледовом наступлении на дом не видят. Подумаешь, сосульки. Сейчас там работают люди, все наши во главе с инженером и главным инженером. Налить сняли, воду всю убрали. С крыши, с кровли. В подъезде, ну, будем смотреть, что залито, будем составлять акты. Вы будете смеяться, но капитальный ремонт фасада на этом доме уже проводили. Но, судя по нынешней картине, все попусту. Капитальный ремонт кровли у нас делался. Совместно по федеральному программе часть носили жильцы. Часть с федерального бюджета уделялась. Ремонт кровли был сделан. Опять же, это около семи лет назад. В дальнейшем на дом заходили определенные провайдеры с своими коммуникациями. Высверовали технологические какие-то под свои нужды, под кабели. Вероятно, в дальнейшем это все наполнялось водой, промерзание, что приводит вот к таким последствиям. За фото на этой ледяной стене плача нужно брать уже деньги, шутят местные. Проходя мимо, снимают местную достопримечательность весьма охотно. Главное теперь, говорят жильцы, чтобы это ледяное полотно не попало в сводки криминальных новостей. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Снегопад в Рязани продолжается. Битва со стихией идет по всем фронтам. Городские службы пытаются оперативно реагировать на все жалобы горожан. На этот раз дирекция благоустройства очистила от снега парк имени Гагарина. Парк Гагарина в Преокском микрорайоне – любимейшее место в округе для прогулок и времяпрепровождения зимой и летом. Зеленая зона, где прогуливаются мамы с колясками и играют на детских площадках малыши, зимой превращается в центр зимних видов спорта. А вот ходить через парк в связи с огромным количеством выпавшего снега до сегодняшнего дня было довольно затруднительно. Основные силы средств у нас были сосредоточены на уборке тротуаров, пешеходных переходов. Сейчас вот наконец забрались до общественных пространств. В настоящее время московский участок дирекции благоустройства убирает парк Гагарина. Ну, как видите, работы ведутся. Погода пока позволяет нам убирать общественное пространство. В этом году выпало очень большое количество осадков. Дирекция благоустройства работает в режиме повышенной готовности. Непрекращающиеся снегопады вынуждали городские службы неустанно работать на автодорогах и тротуарах, парковках и площадях, участках первой необходимости. Сейчас небольшая передышка, которую дала погода, позволила обратить внимание на парки и другие места. У нас проходит уборка территории. У нас сегодня здесь работает 11 уборщиков. Приехали два погрузчика, две тракторы-щетки. Стараемся привести в порядок центральные дорожки. Прилетите сейчас, естественно, тротуары, там, где в основном большая проходимость людей. Как появилась возможность, то есть мы пришли, стараемся, в принципе, сделать здесь работу. Обилие снега, как мы видим, радует местных жителей. По периметру парка организована лыжня, школьники катаются с горки, да и малышам такая зима явно по вкусу. А вот пешеходные дорожки теперь расчищены на радость тем, кто ходит пешком и пробираться сквозь сугробы устал. Довольны, конечно, уборкой уже хорошо. Конечно, бы еще немножечко с краешку почистили. Еще бы дорогу возле дворца бы почистили. А там, конечно, довольны. Мы ходим здесь с палками по утрам. Так, по периметру здесь нормально расчищена дорога. Так что там можно ходить и с палками, и так гулять на коляске. Рабочие дирекции расчистили даже занесенные с головой скамейки. Постарались на славу. А вот техника работает сегодня еще и на улице Молодцова. В деле можно наблюдать новые машины, приобретенные в начале этого сезона. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Повысить зарплату дворникам призвал сегодня городские власти губернатор Рязанской области Николай Любимов. Накануне заседания правительства он по телефону переговорил с непосредственным участником расчистки города дворником Алексеем Горошкиным. По словам работника дирекции благоустройства, главные проблемы – не вывоз снега и хлипкий инструмент. На это Николай Любимов и обратил особое внимание. Еще, может быть, чем-то помочь, Алексей Михайлович. Техника первая, я услышал. Техники не хватает. Ну вот насчет лопат. Даже лопат хороших не хватает, да? Ручной режим управления – инструмент точной настройки. Понятно, что качество черенков лопаты – это не совсем то, о чем нужно говорить на заседании регионального правительства. Но погружение в масштабный процесс очистки города от снега вызывает полное, так сказать, от частного к общему. Некачественный уборочный инвентарь, который постоянно ломается. Ну, неужели нельзя обеспечить людей нормальными лопатами, скрипками, Ирина Борисовна, и реально, чтобы они не ломались, когда после целого дня работы вечером уже их надо выкидывать. Еще один важный вопрос – это, конечно, зарплаты дворников. Конечно, за такие объемы работы, нагрузки людям надо повышать заработную плату. Еще раз посмотреть состав спецтехники ДБГ, других организаций, убирающих город, как он задействован в работе. Для более детального понимания того, кто и что делает, уже на следующей неделе должна быть представлена интерактивная карта города, где, напомним, должна быть обозначена не только работающая техника, но и всеуправляющие компании. А еще губернатор обязал муниципальных глав выходить с публичными отчетами. Сегодня это наиболее эффективный формат взаимодействия жителей с властью на местах. Сейчас, по моему поручению, идут публичные отчеты глав администрации муниципальных образований. Прямые трансляции идут в социальных сетях, в официальных пабликах муниципалитетов. И в ходе таких встреч граждане могут обратиться к главам, задать свой вопрос. Как говорят в таких случаях, съехать с темы у чиновников не выйдет. Всю аналитику Центр управления регионом проводит на основе личных жалоб и обращений. Так что без ответа вопросы не останутся. Даже самое неудобное. Настоящих разбойников с большой дороги арестовали рязанские оперативники. Трое молодых людей, нисколько не смущаясь, грабили людей прямо на улице. Сейчас любители гупстопа подозревают как минимум в трех эпизодах. Подробности в нашем следующем сюжете. В Рязани объявились серийные грабители. Промышляли они только в одном из микрорайонов города. Притом, видимо, боялись нападать в одиночку. Поэтому и действовали группой. Первым в полицию обратился мужчина. Ночью он возвращался домой на такси и недалеко от двери подъезда на него напали трое неизвестных. Избили и отобрали телефон. Через пару дней в полицию обратились еще два рязанца. Сценарий тот же. Напали ночью, избили, отобрали телефон. По всем трем эпизодам приметы нападавших совпали. По предъявленной информации, трое приятелей специально по ночам выходили на улицы Рязани и выслеживали одиноких прохожих. Желательно в состоянии алкогольного опьянения. Они рассчитывали, что с нетрезвым человеком проще справиться и он не запомнит примет нападавших. Впрочем, сразу били жестоко и одному из постадавших сломали нос. Поймали преступников на купле-продаже. Оперативники узнали, что в Рязани пытаются сбыть с рук мобильник, похожий на один из похищенных. Полицейские взяли продавца и установили, что 18-летний житель Рязани, уроженец одной из республик Средней Азии, причастен к ограблениям. Через него вышли на приятелей. Всем молодчикам, едва за 20. Сколько раз крал телефоны? Сколько? Треть. Вот телефон? Да. Пять телефонов. Пять телефонов украл? На каких улицах? Новоселов. Еще какие? Песочные. Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Грабеж. Максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Валерий Седов, телекомпания, город. 25 января в России отмечают День студента, или как его еще называют, Татьянин день. Считается, что у юношей и девушек есть своя помощница на пути к знаниям. И хоть каждый учащийся может молиться разным святым, на протяжении многих лет святая мученица Татьяна почитается как покровительница студенчества. 25 января Православная Церковь также чтит ее память. Владислав вместе с одногруппницей студенты кафедры теологии. Свой, можно сказать, профильный праздник для них прежде всего День памяти святой мученицы Татьяны. И каждый год в этот день они приходят на утреннюю службу. Храм – это не только место, где отдыхает душа, где ты можешь помочь себе, ответив на свои вопросы. Это прежде всего место, где ты можешь поблагодарить за всех и за все, что имеешь сейчас. Святая Татьяна жила в III веке в Риме. Будучи богатой, знатной и красивой римлянкой, она отвергла все утехи мира и пошла на служение церкви в чине диакониссы, то есть милосердное служение ближним. Татьяна, как по-церковному звучит это имя, исповедовала себя христианкой и после страданий приняла мученическую кончину. Можно считать, что святая мученица Татьяна – покровительница университета, потому что в этот день именно было подписание указа о создании первого в России университета по ходатайству нашего великого ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Израиля Петровна подписывает указ. Помимо духовных сил, некоторым студентам в этот день понадобились и силы физические. Непогода суетила некоторые дороги минимум на одну полосу, и студенты автотранспортного техникума решили это исправить. С целью обезопасить движение пешеходов, сегодня волонтерский отряд автотранспортного техникума почистил некоторые пешеходные переходы от снега, чтобы пешеходам было легче передвигаться в таких сложных погодных условиях. Но есть сегодня и другая важная традиция – в магазинах не продают алкоголь, поэтому, как считает церковь, Татьяна Ден лучше подумать о своей духовной или физической составляющей, а может и обо всем вместе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова